Всем привет, друзья! С вами Михаил. Мы на тестовом сервере. Сейчас будем смотреть, какие ивенты нас ждут через неделю на основных серверах. И посмотрим на нового героя гибрида. Мой любимый класс, подкласс. Называйте как это угодно. Но я обожаю играть через гибридов. Будем с ней знакомиться. Если видео вам будет полезно, понравится, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайк, оставляйте вопросы, комментарии. Всем каждому, друзья, большое спасибо за поддержку. Итак, пробежимся по магазину. По событиям быстро. Гибридная гармония. Тут нам будут давать дополнительные материалы. Мне, как новичку, это очень даже хорошо. Будет немножко бусто. Совсем немножко, но это лучше, чем ничего. Доблести. Это все как обычно. Здесь началось событие сокровища леса. Так, это все то же самое. То же самое. Пропуски. Пропуски. Ничего нового я здесь не вижу. Возможно, я ошибаюсь. Хотя нет. Пропуск торговой экспедиции. Возможно, он был уже прошлый раз. Но я его не заметил. Не суть важна. Здесь дальше ничего такого сверхъестественного. События. Смотрим. Здесь нас встречает донат. Предлагают копию персонажей. В зависимости от прокачки. Будут разблокироваться дополнительные возможности покупки. На любителя. Free-to-play проходит мимо. Пророг к вечности. Ну что, можно будет на основных серверах покупить. Я, наверное, буду. Надеюсь, успею после священного благословления чуть-чуть набрать. Вот по скидке обязательно возьму. Крутону. Может, хоть пару копий. Урленокс и уршахтера возьму. Безумные эмоции. Ничего интересного. Здесь пробуждение героя. Стандартное событие. На выход нового персонажа. Блин, ну как она мне нравится. Как визуал мне ее нравится. Прям ух. Ладно. Так, отставите. Смотрим. Здесь 40 очков мы наберем. Не забывайте выполнять задание. Обязательно получите копию персонажа. Надо воспользоваться. Цикл падения пустоты. Это все. Все то же самое с прошлой недели. Лотерея удачи. Забираем наши монеты. Пробуем удачу. Здесь иногда может повезти. И получится лимитированные ивенты поймать. Не ахти какие. Но лучше, чем ничего. Вот эти билеты, друзья, надо обязательно использовать. У них есть сноска. После окончания события. Они преобразуются в 500 тысяч боевых очков. Поэтому лучше их в ноль слить. Канун с визодопада продолжается на тестовом сервере. Точнее, потихоньку заканчивается эта последняя неделя. Дальше ничего нового. Сейчас пробежимся по обнове. Возможно, я чего-то пропустил. Так, это мы сейчас посмотрим. Разноцветный мираж. Понятно. Царство легенд. Тоже понятно. Эпические облики на тему пугающей Сахеты и Нимбуса Эйдора. Переходим к герою. Друзья, переходим к герою. Заходим в галерею. Фракция у нас. Это гибрид-боец-технарь. Очень хорошо будет комбиться. И с нашими персонажами. Такими, как Чудесная Клара, Нимбуса Эйдора и Аркусмия. Ну, прям гибриды рулят. Луна Амара в бойцах. Тоже туда. Тоже зачет. Ну, самое главное, это навыки. Ну, визуал тоже, блин. Визуал бомбический. Ничего не скажешь. Погнали знакомиться. Погнали знакомиться. Пассивка. Когда вот-вот получит более 10. Что значит вот-вот? Это непонятно. Урона. 10% урона от ее Макс ОЗУ. Криогенный щит уменьшает этот урон на 20. Когда ОЗУ рис больше 50, она получает проникновение в размере... Ага, то есть, ХП-шку надо ей больше 50 держать, чтобы вот это работало. Дальше третий и четвертый уровень. Это Макс ХП. Минус 10 получаем. И уменьшение урона получаем. Но Сейва Билка не может не радовать. Так как у нее легкая снаряга, будет отлетать она очень быстро. За каждого пораженного врага базовой атакой надо много персонажей сразу бить. Сразу, чтобы 10 раз атаковалась. Шанс крита и критический урон на 6 секунд. Эрис получает дополнительно 50% попадания. Это второй уровень. Третий и четвертый увеличение процентов. Ну, неплохо. Крит и крит урона разгоняет. Это очень даже хорошо. А что нам? Урон и контроль. Контроля я пока не видел. Обычные, да, навыки. Эрис бросает гранату, нанося 145 своей атаки в качестве урона врага в целевой области. Ну, в общем, надо в целевую область, чтобы она попадала и максимально обустила себя пассивкой. Сразу в голову приходят, друзья, Руби. Руби и кто у нас там стягивает еще? Эсмеральда, Заска, вот этих персонажей. Прямо они сразу просятся. И накладывает плазменные метки на 5 секунд. Базовая атака союзника по отмеченым целью восстанавливает узового атакующего равные ага. То есть, еще плюс отхил этой билкой она дает. 170 на втором уровне процентов. Аверис постоянно получает 15% в атаке каждый раз, когда накладывает на врага плазменную метку. Этот бонус уличается, если атака отмеченного врага в двое повышает ее собственным. Этот бонус ограничен 150% атаки. Ну, то есть, чем сильнее противник против нее, а в эндгейме так оно будет на постой, то увеличение урона будет она получать. Точнее, атаки. Адеконтроль. Не понял. Ультимейтерис выпускает призматический магический взрыв, нанося 310% своей атаки в виде урона врагам в области действий. И ненадолго оглушает их. Вот у нас и урон. Пораженные враги также подвергаются воздействию бомбы. Замедленного действия на 6 секунд. По течению срока действия бомба замедленно она взрывается, нанося 30% полученного целью за этот период. Прикольно, друзья. Если я правильно механику понимаю, то есть, та же самая аркусмея, если там настакает дофига, то бомба взорвется и охренеть, сколько урона может нанести. После использования Ирис усиливает свои базовые атаки на 8 секунд. Очень мне нравится увеличение урона от магического взрыва, 430%. Мне нравится, как оно все комбится. Давайте посмотрим, как это будет все выглядеть. Фигурка ее вот так вот выглядит, пританцовывающая. Здесь ультимейт бомбс. Красиво, красиво, разноцветно стреляет она. Ага, то есть, она, считайте, по линии перед собой приблизительно, наверное, да, стягивание или по центру ее надо ставить. Ну, в общем, понятно. Здесь она бомбу кидает. Ну да, ну да, ей надо руби вперед ставить, чтобы она подтянула максимальное количество. И она туда гранату закинула. Базовой атакой. Тут это понятно. Бавчик здесь. Здесь. А, это типа маленькая контра от Хэль. И интересно. От Хэль и таких любителей срезать хпшку, как нано. Прикольно, прикольно, прикольно. Возвращаемся, друзья, возвращаемся. Смотрим, что у нас в сосуде души. Изначально ядра гнева позволяет базовым атакам Эриста носить дополнительную в размере 4% Максу Зоу цели. Прикольно. Вот это вот уже интереснее. Любая атака от Максу Зоу, это может быть очень даже хорошо. Здесь базовая атака и дополнительный урон уже 8%. Получает 500 энергии в начале. Тоже шикарно, но невосприимчиво к большинству эффектов контроля и снижения энергии в течение 10 секунд после начала битвы. Очень прикольно. Мне, по крайней мере, нравятся. Небольшие сейвы, билки есть. А что-нибудь на снижение урона. Получает 40%. Вот, кстати. Не успел только проговорить. Получает 40% снижение в начале битвы. При первом использовании битвы снижение урона преобразуются в 40 увеличения. Потом в 60 преобразуются в 60 увеличения урона. Усиление базовой атаки после использования длится в течение всей битвы. Призматический взрыв. Ух ты, блин. Далеко я вышел. Призматический взрыв. Это у нас плазменная... Это ульта. Ну да. Блин, ну короче, ей карты надо сразу прокачивать. Стараться максимально быстро прокачать ей карты. Герои. Здесь у нас увеличение. Подбираю воздействие замедленно. Ага. В виде урона в области. Слегка отбрасывает. Ну, короче, друзья. Это у нас не подробный гайд. Подробный гайд надо обязательно это все... Обязательно все это тестить. Ну, выглядит мне нравится. Визуал вообще огонь. Ничего не скажешь в десятку. Любителям-любителям таких форм зайдет на ура. Навыки мне тоже нравятся. Выглядит все очень интересно. Взрывно. Навыки, как по мне, очень даже хорошо друг с другом сочетаются. Есть и сейв обилки, есть и снижение получаемого урона, есть и увеличение. Но, скорее всего, после 10 секунд она все равно будет очень быстро падать. Когда карты перестанут действовать, и все пойдет у нее на увеличение урона вместо снижения, скорее всего, она будет очень быстро дохнуть. Но это все можно подкорректировать другими персонажами. Пишите свое мнение об этом персонаже. Кто уже, возможно, потестил, тоже делитесь информацией. Вместе играть веселей. Всем хорошего настроения. Надеюсь, видео было полезным, понравилось. Мирного неба над головой. Всем бобра добра. И до встречи в следующих видео.